всем доброе утро сегодня стартует main event погодка жарит мы тоже будем жарить сегодня всегда самый любимый турнир первую очередь потому что он самый крупный трех он самый плавный и медленный и в нем должно быть множество игроков которые приехали только ради него единственное что я сейчас буду начинать опять с пакетниками с такими же как я но к нашим пакетником присоединяться еще сателлитчики чтобы сателлит 50 входами скорее всего больше него тоже прошло по-любому много любителей поэтому сейчас должно быть сразу очень весело сейчас посмотрим что у нас будет за стол я на пару минут опаздываю вооружились котами слегка мне очень нравится ребята ваша кофта на прям очень уютная и дарит тепло команды идем тащить на связи так я нашел свое место это 13-1 мы даже еще не обогнали батон на четвертом боксе так 13-1 датьяло джентльмен а вае о ты опять сюда слева вот красавчик привет но ничего не скучно будет не удалось нам тут сейчас красивую обыграть ну ладно руки одинаково хорошие были поэтому ничего не сделаешь 50 пакетников все остальные это сателлиты с вчерашнего дня кто-то зашел сразу тут есть знакомые лица у нас саудовская аравия забила второй гол я понял никто вообще на это не накидывал у таки здесь 5 подход короче жизнь кипитка говорит и мото и зашкаливание как всегда тащит но сегодня пацаны кормят свежайшими потоками с гошанечка гошанечка 200 тысяч красавчик у меня 100 но сэндвичи у нас одинаковые 200 тысяч к сожалению не долларов кто-то попал близко близко град закраться кстати парнишка мы с тобой мы взяли каждый день он а красавчик а чё мы все выиграл большую раздачу против хирса за четыре бетил король даму световую на mp и он заколил на позиции прям сразу же за мной вышел флоп король даму а я поставил 10 процентов один колл черный бланк двойка спарилась я поставил четверть он кол и ривер еще спарился король и я поставил 15 процентов не знаю насколько хороший сайтинг здесь подумал что я все еще хочу были бы эти дамы и пузы и пришлось поставить мало так но это финальная раздача дня у нас шестерки мы открылись со средней позиции получили 2 кола sb человечек справа в кадре в капюшоне и большой блайн вышел борт туз 96 мы попали в нижний сет потираем ручки и уже представляем как запаковываем удвоенный стек два чека мы ставим порядка двадцати пяти процентов sb быстро коллет и большой блайн выкидывает тёрн открылась дома пик пошло flash draw я решаю здесь поставить очень крупно небольшой овербет потому что у него диапазоне есть и туз дома и туз 9 и какие-то 9x flash draw в общем выбираю сайзинг где-то 110 120 процентов от пота он долго думает и делает какой-то несуразный рейс 3x что есть 60 процентов моего стека я конечно же радостно выставляю все фишки в центр стола но к сожалению он показывает сет девяток и в этой раздаче мы вылетаем буквально за несколько раздач до конца дня очень обидно и ну что будем играть в день один б завтра все по новой вот это пока этот вот что за новые все так все так играли из телевизора и дурак пришла задача Либраторку. Посмотри, здесь. Красавчик. Что, Майн-Ивен закончился поражением на последнем уровне, в одной из последних раздач. Завтра будем продолжать, что делать? Фокер. Всем спать. Пора входить в струю. Мы немножко выбились с этими вылетами из турниров. Надо что-то менять, надо вставать на рельсы. Ловить вдохновение, ловить удачу. Далое уныние! Далое уныние всем! Поэтому план сегодня именно такой. Будем активно вести блог, будем снимать, будем круто играть. Давно мы не снимали наш завтрак в красочке. Сегодня он прям всеми цветами играет. Мы нашли салман. Я нашел для себя идеальную тарелку. Нам принесли... Это правда. Это точно. Окей, приятного. Я решил сегодня приодеться. Взял с собой рюкзачок, чтобы не таскать кучу всего по карманам. И готов ко второму дню, к спокойному, без спешечки. Сейчас будем показывать лучший покер. Короче, пора начинать фаниться. Потому что серьезный покер – это не про нас. Это уже стало давно понятно. 5-9. Спасибо, ребята. Таева 5. Здравствуйте, господинцы и господинцы. Здравствуйте. Хороший столик. Так, перед раздачей у меня королей. Я открылся, дедушка на батонекол. Большой блайндков. Вышел суперсухой борт. Король 64. Я решил сыграть через чек. Потому что дедушка как будто бы немножко подплывал в этот момент. И мне казалось, что он начнет атаковать этот борт. Ну, в любом случае, у меня сильный хенд. И мы очень часто будем получать 2 пасса, если поставим. Поэтому я решил сыграть чек и дать возможность им что-то поймать. Дедушка поставил полпота. Большой блайнд выкинул. Я сыграл просто кол. Терн, валет, бубей. Мы сыграли чек-чек. И ревер интересная карта. Пришел туз. Я поставил небольшую ставку относительно в районе полпота. Исходя из тех соображений, что у него здесь редко может что-то быть. И я надеялся на какой-то блеф рейс. Скорее всего, у него ничего нет. Я ставлю 8500. И мне прилетает рейс 22000. Честно говоря, здесь я очень долго думал, сколько сыграть Эри рейс. Потому что у меня не над. И при этом ему действительно очень сложно с чем-то заплатить. Поэтому я решил дать просто плоско и поставил 45000. Но он, по всей видимости, ничего не имел и выбросил. Вот это раздача против Дамира. Я открыл даму валет О. Со второй. Он подбил на малом бланде. Вышел борт. Дама 10.8. Две крести. У меня не было крестей. Я подумал, что это неплохой борт, чтобы зачеркнуть бехайнд. Креста я бы, наверное, больше предпочел бет. С моей рукой мне нравится защитить свой диапазон чека. Упала шестерка. Он поставил очень плотно. Я, естественно, сыграл кол. И ривер закрылся флэш. И он поставил ставку близкую к поту. Почему-то я подумал, что у него здесь недостаточно блефа. Решил выкинуть. Я не очень доволен этим решением. Особенно после того, как он мне показал крестового туза. И потом выяснил, что у него была рука как раз туз валет. Такая очень простая комбинация для блефа, которая практически всегда есть. И с моей стороны пас в этой ситуации ошибка. Смотри, пацаны ищут мой канал. Смотри, пацаны ищут мой канал. Но это fucking Russian. А, вы выбрали пауза. Я не следую. Это Russia. Мустафа Канит, это мой 200 подписчиков. Спасибо, Мустафа. Ты лучший. И этот парень продолжает говорить о моей девушке. Нет, нет, нет. Мы не говорим о ней. Просто скажи мне, скажи, что ты думаешь? Просто скажи мне, что ты думаешь? Пауза. У тебя хорошая жизнь. Что ты делаешь? Ты просто кол? О, мой бог. Аси снова? Так, ну это самая необычная и неприятная раздача всего дня. Любитель открылся изране. Я 3-бет, тут король одномастными. Мой друг Дули сыграл Коу со стэком в 30 блайндов на МП. Любитель в итоге тоже зашел в этот банк. Открылась доска балет 6-3, радуга. У меня 2 оверкарты, бэкдор, флэш, любитель, чек. В банке получается около 50 тысяч и у Дули за спиной 51 тысяча. Здесь самый интересный вопрос по флопу. Как играть в этом споте? Играем ли мы бэт колл? Играем ли мы бэт пасс? Или же чек пасс? Или же чек колл? В общем, буду вам признателен, если вы здесь поставите видео на паузу и напишите свое мнение. В общем, мне опция бета и пасса на луне не нравилась в таком спар против двух оппонентов. И я решил сыграть чек. Дули, недолго думая, поставил 20 тысяч из стэка. 50 в этот флоп. Любитель справа выкинул. И у меня здесь очень непростое решение. Как-то выбрасывать не хотелось, потому что сложно было придумать ему адекватную руку, кроме двух дам. И, в общем, я подумал, что все еще есть какое-то небольшое фулдеквити против средних пар. И поставил Алын. Это очень спорное решение. Я до сих пор на нем не уверен. Будет интересно обсудить эту раздачу с профессионалами. Но сыграл как сыграл. Поставил Алын. Он хоть пытался долго за голову, но все же заколил с рукой туз валет. Естественно, такую руку мы не выбивали. Но и не ожидали там увидеть. Туз валет разномастный. Но в этой раздаче я проиграл существенную часть стэка. Большая рука. Айсджек. Айсджек. Если у вас есть айсджек, пожалуйста, уходите. Серьезно? Айсджек? Я знаю. Я знаю, что у вас есть. Пожалуйста, раз. Мне нравится. Большое фулдек. О, мой бог. О, мой бог. Это было эпично. Нет! Нет! Я не сломал. Почему? Почему? Я вернулся в 199. Ты говоришь в испанцовом? Конечно. Перфектно. Я живу в Италии. В большом время. В Барселоне. Моя мама живет в Барселоне. Да? Моя мама и моя брата. Да. Очень хорошая город, правда? И я познакомился с тобой. Пусть я встретил субтитры. Боже мой, я тебе... Как это было? Инвидиар. Ну, инвидиар, потому что я не могу идти до 4 лет. Потому что я не могу ходить туда уже больше всего 4 лет. Потому что я не украл русский пациент. Я жалел в Балі и я был в ковиде. И у меня многие русские друзья в Балі. Да, да. Это очень хороший дом. Суерте А. Ну, ты тоже. Но, в испанском, что ты думаешь, что он может сделать колд? Я думаю, что он может полдать 7. И он никогда не имеет АСХОТ. Он не имеет АСХОТ, только СУТ. Ну, спасибо. Какой день. Какой день. 141,5. Хорошо. Готово. Добрый день. Добрый день, ребята. И добрый день на Микс Макс. Я пришел. Давайте. Времени 5.30 утра. Я только иду домой. Я засиделся по дороге со всеми в барах. Покерные разговоры. Тоже интересно сегодня. В двух турнирах прошел второй день. Пару пива накатил на каждый турнир по одному. В общем, завтра продолжение одного, послезавтра другого. Сейчас женщина спит, проснется, когда я приду охранеет, наверное. А Мэйн можно посмотреть свое место? Андрей, да? Алексей, спасибо. Ничего страшного. 28. Спасибо. Вспомнили. Вот 12 лет играешь в покер, а менеджер твой имя не знает. Приятно, приятно. Ничего не скажешь. Суки. Здорово. How are you? Great? Yeah. Nice. Ну что? Майнвент близок к его началу. стол у нас окей не супер но и неплохой а все-таки не опоздал а всем привет здесь мы открыли валют 4с баттона парнишка на большом блайнде заколил вышел борт 662 без бакдоров он человек мы треть он call turn 3 поехала flash draw не наша у нас отличный кандидат для второго баррель я поставил плотно он snap call river пришла четверка он человек для меня это простой чек и он показал руку дома 10 крестей то есть у него не было ничего кроме дамы хай и потернул моментальный колл сделал со своей рукой забавно что по факту оказался прав потерну но эту раздать ему выиграть бы все равно не удалось что очень интересная раздача влад поставил 100000 потёрну over back стартовать так по сути потёрну over back и по риверу уже 257 ай 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 а тут человек блин 100000 потёрнул в банк 75 стоит тут люди 100000 стартовый покупает а тут ставка в 100000 как потёрнул ну красиво вот беру интервью ничего восьмерки реально бы серьезно ты блефанул вот это поворот ты серьезно так блефанул для ну просто ты over back потерну поставил он все дрова сносит но это пиздец как мощно а это наши пацаны рубятся вон андрюха голый и мустафа канит наш новый подписчик вот владик герой наших видео постоянный не надо кашь смельчак я такие раздачи в они не никогда не играю мне кажется не это качо больше не будешь прикольно сначала стуз 4 разными 3б это но у любителя ссбб батон причем еще таким сайзом что не сказать что как-то много там фолдит попал две пары и вот он не то чтобы я бы не заметил что он прям супер хорошо все пиши вот это но у реков нет да ладно все лапа закончилась что в этот раз получше было третья рука самая лучшая а ведь тенц и это голланды гэн стенд зашли три руки подряд сначала я тут амузари стивила влада потом туз король на батоне против католка выбросили оба раза на мои трибеты и четвертый и в третий раз зашли дамы на которых и против второй позиции я затребетил и сыграл кололы но там казались десятки лучший для меня результаты и у нас теперь двести восемьдесят тысяч интересная раздача с король валет я открыл любитель на бата не подколил и большой блайн тайтовый игрок в капюшоне тоже зашел кол вышел флоп валет 72 flash draw у меня этой масти нет я поставил треть в двоих на батоне получил рейс два с половиной и большой блайн выкинул что могу сказать от этого игрока рейс выглядел слабо плюс он немножко смотрел на меня таким опасающимся взглядом я в принципе подразумевал что у меня лучшая рука но не могу здесь полной уверенностью играть на стек но и в то же время это второй день мэн ивента поэтому я вынужден играть колл тёрн 4 возможно здесь кстати можно заледить небольшим сайзингом потому что такое ощущение что мы часто будем получать чек бихайн я сыграл чек он чекнул бихайн дривер 2 и поставил довольно таки плотно порядка семидесяти процентов потом долго думал и заколил я так подразумеваю что просто валет слабее с которым он решил дать такой защитный рейс на флопе мы забрали неплохой вот просто райский уголок сюда на перерывах приходить просто лучше на самом деле по игре мне такой стол не супер как бы виду классный но при этом реально ни одного профессионалу кроме меня и влада это меня сложно назвать профессионал поэтому очень интересно играть это самое главное так нам зашли короли в ранней позиции с 1 чувак с двадцатью двумя облайнами делает рейс и решил сыграть просто полом на префлопе потому что трибет здесь мне казалось его довольно таки палевно плюс за мной были ли стильные стеки сыграл кол большой блайн выкинул думаю вдвоем открылся флоп пять пять шесть он поставил треть я решил фастплеить свою руку потому что с любой пары он будет счастлив выставиться на флопе порезил его флоп он сыграл колу терн пришла семерка он человек я поставил пол пота что было довольно таки приличной частью его стека и он довольно таки быстро заколлировал а я честно говоря был немножко удивлен его решению потому что ждал что все пары в этом месте пойдут алын но сыграл колу ривер дома он чек я допушил остатки его стека спр был примерно 04 и он быстро заколлировал с двумя тузами в этой раздаче я проиграл половину стека но думаю можно порадоваться тому что не весь и буквально через час владик открылся у меня 20 блайндов две семерки я поставил алын на катоффи против его хайджека и роки вальбо за спиной крикнул моментальный кол в этот момент я почувствовал неладное перевернул свою руку и там оказались тузы соответственно буквально через час мне удалось поехать второй раз против тузов и опять неудачно и так бесславно закончилось мое выступление что такое люк скайуокер так свет камера мотор вон как нужно делать это для этого моля что такое а ваше ванно ванно во первых ну а я с двух седом документы если я как-то как и буду нервы вы очень и в afraid что на на и